Если вы устали, если картинка фиксирована, можете текущих и не забыть, если картинка фиксирована, можете возвращаться. Как захочите. В любом случае, начало положено, начало общения с вашей глубиной истинной божественной сути, истинной непридуманной. Чем чаще вы будете туда смотреть, обращаться, тем вам будет легче, поскольку это не только ответы на все ваши вопросы, но и подсказка тех ситуаций, которые были когда-то, которые могут мешать вам в чем-то, в космаре, в которое даже страшно приходить, не то что во сне, а даже помыслить. Там разрешаю себе болезненно все ситуации, абсолютно все. И храм начинает с вами говорить, подсказывать. Там, например, камни, слезы души. Это не сонник никакой, это от тех людей, которые ходили, смотрели и смогли передать. Там нельзя ничего придумать, кстати. Это не менее. Там порой бывают такие ситуации, когда требуется все знание на тот момент, которое прошло через сердце. И тем и отличаются знания земные, которые в уме, от тех глубинок, которые через сердце прошли. Там можно этими знаниями пользоваться, которые там, в глубине, через чувства. Придумать ничего нельзя, вся придумка здесь стоит, на этом мире. Но это не медитация. Вы же никуда не входили, я вас никуда не вводила, не говорила там, видите или не видите. Вы сами смотрели. Может быть, у кого-то показал ум что-то. Но вы в любом случае можете себе задать вопрос по расшифровке, своему высшему по расшифровке. Например, подсказывается одна женщина увидела в темной темноте. Это ее слова. В темной темноте. Красивый цветок. В нем может быть город, может быть, не город. Может быть, это был Мостис, может быть, нет. Когда мы с ней стали разговаривать, потому что ей захотелось рассказать об этом. Тоже неспроста. А почему? И я у нее спросила, а он в вазе этот цветок? Или в воде? Он где-то растет или он просто сам по себе? Она еще уточнила. Нет, он сам по себе плывет. Ну вот, как ветер дует и перемещается. А потом, по мере вот, разматываясь этой ниточки, выяснилось, что она оторвана от жизни. Вся была там, ну, как бы… Ну, в себе духовность, если уж так говорить. А здесь она не жива. У нее не было здесь интересов. Даже она вела группу, было много людей приходило к ней. И все такие же оторванные от земли. А ведь мы пришли сюда в телах жить. Кушать, в том числе, мыться, одеваться. Учиться завязывать шнурки. Погревать пищу. Приваливать пищу, да. Мыть посуду. Воспитывать, любить. Или ненавидеть. Мы пришли сюда, сюда получать опыт. Если бы нам было нужно, мы бы остались там. Мы бы не приходили сюда в плотное тело. Это великий эксперимент, великий опыт. Поэтому вы всегда можете вернуться к той картинке, которую вам Вышня показала. Ваша Вышня. Все равно это Ваша Вышня. Это не астралы. Это не какие-то еще там заморочки. Поскольку мы тут уже до такой степени сейчас подвисли на Вышнем. Каждый на своем. Это автоматически получилось. Без специального обращения там. О-о-о-о. Не-а-а. Как есть, так есть. Это все равно был Ваш первый контакт. Осознанный. С Вашей истинной божественной сутью. Дальше будет легче. Это как магнит. Если Вы хотите, Вы получите расшифровку того, что увидели. Просто спокойно, как методом от противного. Ходите там почаще. Опять-таки храм это может быть не только храм, дворец. Это может быть пещера, это может быть тоннели. Это нормально. Это не обязательно какие-то там супер-пупер фасады. А от этого не зависит. Совершенно. Совершенно не зависит. Это же не ум представляет. Там нельзя придумать. Как бы это ни было печально, там ум не работает, воображение не работает. Там нужно другое. Там нужно чувство знания. Но это не должно Вас отпугивать. Ибо перемещаясь туда, Вы сразу обладаете тем, не таком. Вы его вспоминаете. В принципе, все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И, кстати, вот говоря вот уже вам, но чем дольше вы будете больше туда приходить, наглядываться, вот я смотрю, с любым вопросом, с любым, там нет никаких ограничений, входя вот в эту область, вы начинаете знать. Если у Вас не получается знать сейчас, когда нужный момент, то Вы знаете пути, как к этому прийти. И знаете так же, как будто Вы уже прошли этот опыт. Чувство знания, ну, в применении вы будто прийти. И Вы всегда имеете вот этот колоссальный подсказчик независимо ни от какой ситуации, где Вы оказываетесь, где становитесь истинным в проявлении своей божественности здесь повседневности. Ну, вот это на конкретный вопрос можно было ответить. На вопрос можно задавать? Конечно. Вы упоминали про осознанное сновидение. Какая взаимосвязь с переходом? Повышение осознанности. Чтобы Вы на тонком плане становитесь таким же осознанным, как и в своей повседневности. Ну, повседневности. А зачем это нужно? Для того, чтобы Вы смогли, ну, для начала, как минимум, чтобы на Вас не было никаких низких атак, низковые брысовы. Сейчас очень пестрый мир. Там что стоит, кто кому не лень. И поживиться тоже много желающих. Я не хочу сказать, что это нужно обороняться вот так вот. Иногда нужно встать в нейтральности, и тогда мимо Вас просвистят и как желающие покушать разные персонификаторы, которые придут к Вам и скажут, слушай, а я великий учитель. Я тебе все скажу, ты избранник. Но это нужно использовать. Можно это использовать. Осознанность наведения? Да. Осознанность, да. Фактически это тот же самый контроль мыслей на тонком плане. Если здесь контролируешь, ну, бег мыслей, например, останавливаешь, там, в принципе, то же самое. Показывают какую-нибудь картинку. Ну, астрал там или кутун. Смотришь и говоришь, не верю. Ух, да. А какая связь с подсознанием? Есть какая-то связь с подсознанием? А вот это и есть подсознание. Ну, то есть это, получается, сознание уже беседует напрямую с подсознанием. Подсознание, ну, это немножко искусственный термин. Сознание – это вот внешнее. Ну, вот мы с вами осознанно говорим. Давайте назовем мысли и чувства подсознанием. Но ведь это же то же самое осознание, только его другой аспект. Когда вы переходите на язык как бы подсознания, на язык чувств, на вас невозможно повесить никакую астральную сущность. Они не владеют языком, и вы расходитесь вот так вот. Удобно в повседневности. То есть вы имеете в виду, что осознанность – это как раз-то понимание подсознания? Можно сказать так, да. Вот тот самый храм души – это фактически вход в подсознание. Ну, не просто в отвлеченное подсознание, а в глубины себя истинного. Нас не учили быть истинными. А это хотя бы какое-то предвижение. А почему вообще начался квантовый переход, и почему именно сейчас? Начался квантовый переход – это циклические процессы вселенных. Они все как гигантские шестеренки. Вот центросомы только большого размера. И они двигаются. Одно колесо оборачивается за один цикл маленький. Большой – за большую цикл. А мы где-то на среднем уровне находимся. Ведь это же и галактики вращаются. Все вот как астрофизики знают. Мы просто подходим к нашему повороту на следующий уровень. А они все вращаются по спирали. Ну, в пространстве. Формально вроде бы в плоскости, а там они развесены. Вот вам и квантовый переход. Просто подошли к точке следующей. Про питание интересно. Так как питание само по себе было, почти нет необходимости. Не было необходимости в питании в таком количестве. То есть там частички, как вы говорите, употреблялись в количестве энергии. Потому что мало. А тогда почему потребность такая? То есть сам по себе организм. То есть… Биохимия. Представляешь, вот он не только вызвал биохимических реакциях. Это нужно было весь мир развернуть на этом уровне. Здесь и животные участвовали, и растения. Люди на этом учились со страданием. Через войны учились ценить жизнь. Через поедание учились себя слышать и других. То есть вот это взаимопроникновение всего. Будет ли нужна пища в течение того какого-то будущего? Я не знаю. Все зависит от человека. Если его… Вопрос я неправильно поставил. Суть в том, что питаешься, так как организм без пищи в принципе может. То есть он потреблял количество энергии очень маленькое. Да, я понимаю. И об этом. О том, что почему тогда хочется и организм не может. То есть как бы не может. Это называется гормональные отклики. То есть вся наша молекулярная логика была построена на искусственном проявлении голода. То есть он ненастоящий? Ненастоящий. Чтобы нам здесь зацепиться, мы должны были научиться есть плотную пищу. Нам это было очень сложно сделать. И это было сделано слегка искусственно. По крайней мере вот два имени гормона, которые просто сейчас исполнились. Грелина и… Ну это все же не агрелина и что еще? Само уже не… Суть не может. Да. Ну суть не просто. Неважно. В общем это такие вот, ну как две иголочки, которые тыкали в нужное место, которое заведовало голодом. Он говорит, ой, ты хочешь есть. Вот это голод, сосание подружечкой. Это была часть вот всей большой биохимии стресса. Да, голод был искусственным. Да, считалось, что если не поешь, то умрешь. И действительно… То есть это убеждение, которое работало? Да. Да. Которое из мысленных убеждений стало уявной биохимии. Понял. Понял. Но для того, чтобы… Понял мысль. Понял. Спасибо. Натина Юрьевна, вы написали книгу, первую часть. Скажите про это. Чуть-чуть. Ну вот я про первый проект. Все про это. Про токсикологию в очень подробном варианте. И что с этим делать? На что влияет? Как меняется? Как меняются германальные отклики? Как переписывается метаболизм клетки? Как сама клетка дышит? Начинает дышать по-другому. Да, дышать. Именно дышать. Есть и это момент. Это не красивые слова. Как в теле начинают импульсно проявляться именно кислоты. Их было очень сложно найти в россыпях современных знаний. Да, с одной стороны, я не знала, как их искать. У меня не было знаний-синонимов этого. То, что это основание шифр для меня не сразу я туда попала. Нужно было несколько раз сгонять на тонкий план и там хорошо покопаться. А чувствовать новые направления, куда идти, чтобы открылась эта мозаика. И выяснилось, что эти эминные письмоты, они и были у нас как бы остатки старой божественности. Но это неправильно, это не старая божественность. Это постоянная составляющая. Да, это постоянная составляющая. Просто тогда она была выключена или в бездействующем состоянии. Не то, что выключена, в бездействующем состоянии. А сейчас она тихонечко вот так вот переводится в действующее состояние без разрушения и отторжения чего-либо в нашем теле. Почему не надо? А что, пожалуйста? Скажите, пожалуйста, вот такой переход и для души, и для тела непростой, да? Такой реально новый эволюционный виток. Вот что бы вы рекомендовали? Понятно, что все очень индивидуально. Но какие-то общие духа и для тела, может быть, у вас есть такие сформулированные идеи? Как это сделать более комфортно, наверное, не правильно? Комфортно. Правильно, правильно. Именно комфортно. Комфорт нельзя списывать в существ, поскольку он достигается за счет соединения, условно, в кавычках, тела и духа. Вот, у вас тишина в голове. То есть вы не провоцируете свое тело импульсами, там, страха, стресса, раздражения. Это не сразу достигается, но достигается. Сейчас намного проще. В прошлом веке это было невозможно. Ну, сложно было, да, но нужно было много вот вбить в одну точку, и оно, в конце концов, проворачивалось. Сейчас легче. И это, получается, тишина в голове. Ну, здесь, там, здесь основа вот этой всей системы, знаете, как техника безопасности. Если уже говорить о какой-то мыслительной панацеи, то это действительно глубинное равновесие. На глубине энергетической равновесия. Оттуда вырастает все. Иногда спрашивают, для чего это надо? А тогда это, образно говоря, как большая такая слуховая труба. Ну, микротрубочку таких размеров. Куда можно, слышно, надо кричать. Эй! На корме! Кончай заворачиваться! Переходи через дорогу. А? Чего? А тут шум. Ничего не слышно. Да еще свои мысли. Да ну, послышалось. Дурень! Шевели быстрее ногами! Что, Дурень? Дурень! 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 Ну, чё? 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 Вот у тебя низ тормозов. Удар. Ну, я же тебе говорил, идиот, переходи через дорогу. Ну, так бы и сказал, чтоб покричать не мог. А где это? А башка забрезнена всякой. Ну, то есть через осознанность получается. Частоту канала личная. Осознанная, да. А вот тогда, получается, и здесь, и вот здесь. Они как-то очень интересно соединяются. Даже не нужно специально здесь делать. Только заботишься о внутренней частоте. Всё, больше ничего не делайте. А ну выстраивайтесь у стального. И тогда нет этого встречи с Петром и Павлом. Но он еще один идиот привалил их. Те же говорили. А чё? Не могли сказать разве? Нарали. Они слышали вот это вот. Вот как раз вот мы спрашивали от читателей. Нарали об осознанности. Очень часто свои мысли они перекрывали. Знаете, как бьюшка у печки. Ее тоже нужно разумно выдвигать, чтобы холод не вышел, не угадный, газ не пошел. То есть это очень осознанный такой процесс. Понимать. А когда стоит чувство знания, вот частота рождает чувство знания. Тоже, да здравствует божественная халява. Ну, примерно. Ну, халявы тоже мне привез туда. Вот делая одну вот эту частоту, держа, фактически все туда направляя, она уже сама начинает вот выгребать и всякие бонусы приятные делает. Так удобно. Ну, когда ты первый раз это осознание семья? Почувствовали знания? Свой путь я начала в 93-м или 96-м году, когда радостно сообщила своим земным учителям, «О, я слышу голоса». Какие? Так, это не под запись. Дальше шла вот такая фраза. Ну, образно говоря, какие нафиг голоса? «Ты что? Ну, это не в психушке, это…» Ну, можно было воплотиться вместе с одной группой лиц, которые гораздо будут старше меня в этом плане. Тем более. «Ты что? У вас трамп повезла? Ща мы тебе… Ну-ка, вот…» Равновесие, и я на всю жизнь так, равновесие, пугающее состояние где-то, и я себе говорю, «Так, тихо, ща разберется». Не важно, что это, откуда, это уже как ушло. Я стала нарабатывать равновесие. Потом были уроки по приему информации. Она у меня шла научного плана. Не автоматическое письмо. Тут, если я не понимала, ничего не получалось. То есть не брала звук, но вибрация. Я родилась, слыша вибрации. Как потом физики сказали, ну и физики в том числе, вибрации, высокие вибрации света. Это было и плюс, и минус. Я думала, все этим владеют. Ну, что-то банально. В школе я была прогрессирующей двоечницей. Даже были единицы в четверти. Ну, я тетушка знала, что мне дадут эти статы, а больше мне их ничего не надо. В пространстве были другие виды. Был, наверное, аппетитор, который, ну, для выпускной. Который поставил все на свои места. Объяснил, что услышать это нормально. Не нужно себе это пугать. Просто нужно пользоваться. Граммингом пользоваться. Ну, там было целая семья чего-то. И с того момента, фактически со школы я стала этим особенно пользоваться, потому что уже не пугаться всех этих дел. Ну, всякие там интересные бомбасы, которые потом уже определяют, пригождаются уже и дальше. Но баланс, равновесие было превыше всего. А это все привело… Ну, дальше я вас просто на это направлю. На свою литературную страничку, да. Потому что иначе очень много рассказывают. Называется «История преображения или путешествия на любовь». Когда мне нужно было, образно говоря, шагнуть с одного обрыва. Потому что снег сосон в течение 49 лет. И чтобы затем было. У меня 25 июля, 12-го года. А потом выяснилось деление времени. Но это уже заднее шло. Сначала идет практика. А потом чего-то? То бишь объяснение, что это было. Ну а там было то, что называют красивыми словами и визуальное разнесение. Но с возвратом обратно, поскольку нужно было делать дальнейшие дела, и биохимия в том числе. То есть я хорошо ориентируюсь во всей научной информации. Поскольку умею читать изнанку событий. Блять между реальностями. Понимать все расплетения, всяких нюансов там. И для меня это летовуха. Не то, что вот в распальцовке сейчас маха какая-то. Свои задачи, свои трудности. Свой перевод стоит. Есть вещи, которых я не понимаю. Это совершенно естественно. Приходит время. Поддается подсказкам. Работа идет дальше. Постоянное обучение и постоянное шлифование равновесия. Это нескончаемый процесс. Это если вы на него встали и пошли в храм души, то вы уже пошли дальше. Потом я могу сказать, в одночасье вы придете, а вашего храма души не будет на месте. Не пугайтесь. Это нормально. Когда вы перерастаете этот этап, вы идете дальше. Вы начинаете осваивать чувство пространства. Не чувство пространства, а в единое слово. Чувство пространства. Есть чувство знания, база слова. А дальше эффекта постоянного роста. Так что шлифуйтесь на равновесие. А что же ждет наша официальная медицина? То есть идет перестройка. Получается, меняется биохимия. А вот даже вот сейчас, получается, в лекарстве многие не действуют. И вот как это осознание будет очищаться? Люди, получается, все отпускать. Это будет… Ну это я вам знаю. Сейчас не вспомню из какого-то пророчества. По строчке вспомнились, что на руководящие посты приходят те, кому 20-40 лет. Те, кого раньше называли индивом. Они, образно говоря, переходной этап между старым и новым. Но их мышление, их способности, они как вот на ключевых постах потихонечку выходят. И этого все больше и больше. Если вы посмотрите бегущую строку в Яндексе, например. Ну вот там его, извините, новости там сначала печатают. То вы увидите там, разоблачили сотрудников ФСБ, крали там при обыске. Разоблачили там неважно кого. Это вот выворачивается на знак. Все скрыто, становится явно. Меняются посты, становятся молодые. Те лежат. И постепенно это все уже меняется. Да? Да. А пока так, как есть. А пока… А пока… А вы шлифуйте свое внутреннее равновесие. Потому что это с каждым разом все больше и больше. Смотрите, пожалуйста. А если не удалось… Нормально. На самом душе. Это совершенно нормальное время, что вы ничего не увидели. Может быть… Сместился в гробу. Может быть на первый момент и не нужно головам его увидеть. Вы в этой тишине все равно получили импульс. на соединение. Может быть это настолько интимный процесс, что вам нужно где-нибудь уединиться в вашем любимом месте. В каком-то. И чтобы… Извините. Я одна собака рядом с ним. Даже на расстоянии там какого-то. Вот ваша сфера защищенности. Ваша. Ваша. И тогда вот в этой как бы тишине у вас начинает быть… Ну вот знаете, так вот фонариком подсвечивают. Сначала это не видно. Вроде как хаотичные вещи. А потом этот фонарик все больше и больше становится. Ну словно, вот вы вот пришли и вы как фонариком осматриваете. А потом вдруг вы понимаете, что там светло и вы можете видеть. Вы видеть так что-то свое. И вот с этого момента фактически начинается знакомство вас и того места, к которому вы тихонечко приближаетесь. Это индивидуально. Не бойтесь. Если у вас на следующий день, еще через какой-то день вроде бы тишина, просто побудьте в этой тишине. Послушайте себя в этой тишине. Это очень сакральный процесс. Это нельзя описать все способы. Вот так. Это вот так. Спасибо. Спасибо за вопрос. Скажите, когда говорите о равновесии, что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Чтобы какие-то негативные эмоции не взяли надо мной вверх. То есть я могу испытывать страх до сих пор, но я могу им управлять. Ну, например, посмотрела там, ну, пенюшки какие-то. Боеньки, выключила сердце, что-то шуршит. Немножко фантазии, да? А, это там. Ну, как пример, да? Вот. Вот. Мик. Я слышу что-то шуршит. А следующий мик. Я себе говорю. Так. Спокойно. Кто-то может услышать. Моя фантазия? Да, моя фантазия. Я слышу, да. 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 Я слышу. Просто знать. Знать особенности психики, что если это был обязательный клеточный стресс, который просто из пальца высасывал в несуществующей ситуации, если бы побоялся и там ищет уже. Что это останавливается. Вы можете вот сейчас в спокойном состоянии сказать своему телу или по целам. Так. Фу. Запрет на страх. И повторять это почаще. Вот вы в спокойном состоянии. Там сегодня, завтра, там, ну, в какой-то ситуации. Тело. Ты помнишь? У тебя запрет на страх. В моей реалии все страха много. И вы повторяете сколько-то раз, и в конце концов, потому что тело сразу не может услышать. У меня столько сигналов сейчас. Оно тихо, в панике так, где-нибудь, жмется в уголки. Бум. Бум. Фу. Современный страх есть, а нога все равно подъемнута очень сильно. Да, нога подъемнута. Да, и все вот эти нюансы, но в какие-то вот тихие эпизоды в моей реалии страха нет. И когда он наступает, тело вспоминает вот. Типа, что тебя должно бояться? Сейчас мы разберемся. Что там? Мимо кирпич упал? Ну так мимо, слава богу. В нашей реальности все хорошо. Пошли к нему. Утребуют питание. Чаще всего это вы разойдетесь вот так во время и совпадете даже. Используйте свои тихие моменты, спокойные, для вот этой вот, что в моей реальности все спокойно, все хорошо, я нахожу выход из любой ситуации, а страха нет. И оно постепенно это вот привлекает себя и привлекает. Скажите, вот дети Индиго, как их вообще понять, честь и вообще понять, что ребенок у тебя заведет? Вообще какая-то особенность? Понимаете, я вам скажу, что есть такой сайт моего отличного знакомого, детского психолога. Он сам бывший учитель, так он вернулся, это отдельный разговор. Его зовут Владимир Кугач. Сайт называется indigo-papa.ru. Будьте здоровы. И там классные наработанные волшебности. Там у него есть телефон на сайте, и письмо написать, и позвонить можно, он в доступе стоит свободный. Будьте здоровы. Я знаю понаслышке. А там вы из первоисточника возьмете. А где ты пересталла? А? Где ты пересталла? Крысел Чилпы. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Для начала я вас туда жал, в пугучи, потому что там стоят азы. Он очень продвинутый человек. Он в продвинутый не в смысле, как вот привыкли, продвинутый, это вот только сюда. Нет. Он вот так вот. Вот так и вот так вот по всему спектру. По крайней мере, дальше это как начальная ступень, а дальше вы как по ступеньям пройдете дальше. Моё, я это чувствую, чувство знания работает. Они так же меня выцарапывают и столкли через чувство знания. Но чтобы говорить вот конкретно, это лучше я вас направлю к специалисту, который этим делом занимается. Это его жизнь, это его призвание, предназначение. Так будет честнее. Как вы это видите? То есть они как-то отличаются по своей ауле? Не знаю, почему. Как-то через чувства. Я не перекладываю это на слова, на объяснения. Я чувствую и всё. Я не чувствую. Я достаю. Ну, подобное-подобное, знаете, понимаете, как яблочка от яблони недалеко падает. Даже если яблони на горке растёт. Юрина, скажите пару слов про чистоту Шумана и как вот это повышение влияет на наше тело. Частота Шумана и альфа-ритм одно и то же. Мозга. Ну, это граница альфа-тека, да. И да, и нет. С одной стороны, да, но если копать в глубину, то выясняется, что альфа-ритма как такового не существует в головном мозге. Это скорее некая синтетическая граница, которая проявлена вот так. Это набор. Сейчас. Вообще так звучит кровь. Не альфа-ритм, а вибрации крови. Не витроцитов и цитов прочих, а именно сама кровь как мостик связи между высшими мирами. Это хорошо написано в угловатской про кровь. Пиасовские слова вы можете найти, ну не знаю где там, в яндексе, в угле где. Почему я вас туда направляю, потому что там конкретно сказано. Я могу по памяти просто суть передать, что сама кровь это связь между мирами и кровотечения женщины, почему они оставались в течение этого эксперимента. Их тоже хотели убрать. Женщины? Оставили для того, что это живая связь с высшими мирами, как электрический провод, брошенный из глубины женской сути на землю, высший божественный провод. Поэтому это существовало до сих пор. И в связи с этим были придуманы неудобства, да, биология клеточного стресса, что формально каждый месяц можно было заберемензить механизм. Это были лунные зачатия. Сейчас идет постепенный переход на солнечные, где во-первых раз в год, а во-вторых женщина сама выбирает, нужно ей или нет заберемензить. Почему? В этом эксперименте женщина не имела права голоса. Она только могла принимать. Дети выбирали родителей. То есть мы все пришли в те семьи, где нам было нужно проходить наш опыт. И когда говорят, ой, тебе не повезло. Не, я просто забыла. Что действительно пришел туда, куда надо. И также выросшие дети, но девочки также они не имели права, но не было доступа двустороннего контакта. не могла поговорить с будущим ребенком или выбрать, или пригласить к себе того, кого она могла принять, а не тот, кто хотел в нее войти, через нее войти в этот мир. По этому поводу очень много было очень тяжелых ситуаций. Например, тема та же искусственной беременности, изнасилования. Многие говорили, ну как ты смеешь делать аборт? А если это все отторгается, если это живопамять, если это нереально, вообще психологически нереально иметь, ломка шла страшнейшая. А ребенку нужно было пройти или было до такой степени нужно, что он знал, что его бросят, дойдет и бросят. Ну, бросят его и оставят в детский дом или этот. Осуждать мать нет никаких причин и поводов. Было нужно младенцу войти сюда экстренным путем. Понимаете, если бы вот это знамя присутствовало, то было бы намного легче. Что такое солнечное зачатие? Это, во-первых, уже нет нужды женщину держать божественный провод, не пропускать божественный провод, поскольку каждый человек, мужчина и женщина, постепенно восходит к своему естественному божественному проводу. все, без исключения. Вопрос времени, но это уже по факту, это уже есть. По крайней мере, это появляется. И кровотечение может быть, а может и не быть. Это уже пожелание. Если легче постоит через кровотечение, через эвуляцию, да, это тогда один вариант. Если женщина выбирает без кровотечения и у нее достаточно равновесия внутри, вот о чем мы говорим, вот этот баланс, она может сама принять. Ну, не сама там, все равно это идет пара работы, но энергетическое слияние. Это не, как оно называется, непорочное зачатие. – это другой механизм. То есть двое призывают того, кого они могут здесь принять и какие условия могут достать для развития той личности, которая тоже не знает, куда ее идти. То есть наступает вот синтез, взаимообмен. Нет никакого насилия. Не искусственных вот подсадок, когда там родители не хотят нежелательной беременности. Это уже совсем другой вопрос. И когда это идет раз в год, то никто не возобновлял творчество секса. Это величайшее творчество, которое только можно придумать здесь, в физическом плане. На самом деле. Это когда идет… Вы пришли к себе истинному, у мужчины и женщины. Это творение вселенной на самом деле идет. Это не тантра. Тантра – это приближение было. Или отголоски памяти о том, что было когда-то. Но сейчас все меняется. То есть это из запрета, из стресса превращается в величайшее творчество. Или творчество вонье. Вот так сказать. Я ответила на вопрос, да? У меня уже ускакало. Там уже путаны другие темы. Все равно очень интересно. Я хотел бы спросить, у меня такой вопрос родился. К гороскопу как относитесь? Спокойно. А все равно идут звездные отпечатки. В любом случае, тот набор вибраций, как инструментов, как краски, тюбиты с краской, которые душа набирает для того, чтобы рисовать свою картину жизни. Может быть, они будут другими. Когда я общалась еще в двенадцатом году с мастером, сейчас, как она, джиотиш астрология. Мы тогда невольно провели эксперимент. Мы еще не знали, что мы это делаем, экспериментируем. Она мне дала мою раскладку. А первые события наступили с опозданием на месяц. Я ей говорю, что это не плохо, не хорошо. Это просто уже новое внесло в свои коррективы. Звезды идут по новым путям. Новые вибрации, новые нужно делать расчеты, поправки. И она стала пересчитывать. Но еще она других проверила. А таких, кто въедливо следит за своими событиями. Точка равновесия – это как где-то. И ориентирование еще здесь. Это не просто там, это вот здесь. Это выстраивание своих гармоничных реальностей. Осознанное. Что в конце концов, что значит быть истинным? Истинным – это когда вы берете ответственность за свою судьбу. И вы действительно начинаете ее делать сами. Вы видите, что у вас получается. А если получается, это вас вдохновляет. А дальше – понесся вот этот самый цикл. Дальше – больше. И гороскопы, наверное, останутся как знания той палитры, которую можно или дополнить, или взять другие краски. Не масляные, а пасты, например. Там, какого-то ведических гороскоп или там, славянских гороскоп. Ну, по примеру, это просто инструменты. Нормально отхаживать. Да нет, просто это родилось. Да, конечно. Делать натальную карту или не делать. Через чувство знания, понимаете. Если вот ваше внутреннее сбалансировано здесь и здесь. Это постоянный будет процесс балансировки. Но вы, отслушивая себя, например, вы решили сделать натальную карту. С этим вопросом, особенно нужно делать или не нужно делать, вы высыпаете, спите, видите сон или не видите сон. Просыпаетесь. И первая мысль. Типа, ау, так делать или нет? Да, нет. Или в ответ тишина. Ладно, следующую ночь. Снова спишь. Снова спишь. Ей! А потом проходит какой-то знак. Если вы скажете, у вас так отработает. Хорошо. Хорошо? Значит, отработает. Ладно. Снова – это кодировки. Как вы сказали, так и будет. Не показывайте пальцем, что это я вам сделала. Да. А потом вы получаете какой-то знак. Типа случайно. Ничего личного. Да, ничего личного точно. Можно еще вопрос? Конечно. Вы говорили про внутреннюю тишину. Что надо слушать внутреннюю тишину. А если слышишь голоса, что-то, что-то это. Надо принимать. Паник. Уберите это от своего сознания. Запретите им быть вашими. Это есть какая-то информация или что это? Это не информация. Это чаще всего южный остров балуется. Такими вещами. Знания истинные, они чувствуются. Но не слышится, да? Нет, не слышится. Это мусор. Это мусор. Да. Да. Который может дать вам полуправду, а это еще хуже, чем ложь. Вот. Это просто сразу вот так выбрать. Появляется. И тут пошел ложь. Да ничего, ничего. Я пошутил. Что-то, что-то. Селишь, я уже ухожу. Это правда. Вообще очень сильно, если вы с чем-то не согласны, вот внутренне идут там какие-то страхи, голоса, там еще что-то, и какое-то внешнее давление, скажите. Ну про себя это загарантировано. Я запрещаю этому появляться в моей реальности. Или не трон, или пошел бой, или едино. У нас, соответственно, это надо. Можно показать даже. Куда. На. Это означает, что вы осознанно запрещаете вот этому негативу, этому нечту торгаться в вашу жизнь. Вы обязаны это делать. Если на вас идут какие-то внешне, внутренние нападки, если вам сложно держаться, давить сильнее, чем вы можете выдержать, то идите в глубину нейтральности. Как? Представьте, что вы находитесь в глубине ракушки. Обыкновенной морской ракушки. Да. О, она большая, маленькая. Ну как, маленькая она большая. А ракушка с наружной стороны, она такая нежного перламутрового цвета. нежно-розовая такая, мягенькая. И это знак, не ракушки знак, а цвет глубины нейтральности. Когда мимо вас просквозят иносители негатива, вот валяется фигня какая-то. Через вас пронесутся какие-нибудь высшие силы. Ой, да, ну не до этого, извини, что я понеслась. Вы становитесь, как вы выпадаете из вот этой динамики. Вы переживаете... Здесь события, вы под них подныриваете. Это время, когда вам нужно побыть наедине с собой или прихватить какого-то близкого. Действительно, вот нужно вот так вот в охапку с собой села. Здесь вы делаете свои дела какие-то, но там вы сидите и сама понимая, что в тишине рождается, ну, например, умение держать вот ту самую тишину или равновесие. Восстановиться. Восстановиться, да, в ракушке. Потом пространство вас оттуда вынет само, вышнее. Ведь вы же божественные. Вот одни. И нет никакой, понимаете, ни на кого не нужно там светом светить или ведро там со светом надевать. И все равно насилие. А может, там это не надо. А его там светом облевать. Фу, как всегда. У каждого свой опыт. А там раз поднырнула под эти... Нужная информация к вам приходит. Вы чему-то обучаетесь. Вам нужно будет. Получайте ответы на ваши вопросы. Это не храм души, но это приюде может быть храм души. Это не храм души. Это не храм души. Это не храм души. КОНЕЦ